Михаил Петрович, у нас разговор, он должен был раньше состояться, но я откладывал его. Ты помнишь, ко мне приходил здесь, я не открыл дверь, ты хотел, чтобы побеседовать и тебя записать? Да. Что ты хотел записать? Говори сейчас. Вот сейчас более подходящий момент. Я хотел рассказать, как мне было плохо. Как плохо было. А от чего тебе плохо было? Причина какая? От того, что перепил. Первый раз это случилось? Да, такое первый раз. Первый раз. А не такое в меньшей пропорции? Меньше было раньше. Сколько? Ну, были случаи у меня такие. Не такие, конечно. Ну, примерно сколько раз у тебя были эти запои? В жизни? В жизни я не помню. Я их просто не восстанавливал. За всю жизнь свою. Ну нет, как ты вот обратился, покаялся, стал членом церкви, принял крещение. Вот после этого сколько раз у тебя эти срывы были? Ну, может быть, раз пять. Раз пять. Ну, а ты вообрази такое, что это у всех так было бы. У всех христиан. Ну да, мы не скажем те, которые в рот не берут. Вот у православных. По православным это норма. Раз пять. И ты в этом состоянии мог умереть. У тебя здоровье-то было на критическом состоянии. И куда бы ты пошел? Вот. Вот. Вот еще ты, в кинотеатр, что ли, сходить? Как это так? Еще ты хотел рассказать, как тебе плохо было. Плохо-то от чего? То, что ты страх Божий потерял. Страха Божьего у человека нет, ничего нет. Я про это тебе постоянно говорил. Ты помнишь, когда было плохо, я сказал, лекарства есть. Реально. Переходи ко мне. У тебя мама больная, старенькая. За ней пошли сестры ухаживать. А ты перешел и у меня жил. Так было? Так. Сколько ты жил? Неделю. Тебе хорошо было? Хорошо. Ты полностью вышел из этого состояния. И мы договорились, что вот у тебя, когда сатана подойдет, это сатана. Люди называют змеей там сатана. Он зеленый, красный, всякий бывает. Ну вот, связанный с алкоголем, называют зеленый змей. И ты увидишь, что он маящий. То тебе так охота, прям вот, ну не знаю как, выйти и пострелять. Как вот, внучка президента, он вышел стрелять. Вот. Ты сразу на молитву позвонил братьям и сестрам. Змея оккупирует меня. Ты же ни разу не позвонил. Берешь эти деньги. Идешь, отдаешь в магазин. Тебе продают, смотри сколько шансов. Ты остановиться-то. Ты заранее уже знаешь, какой путь. Считаешь, деньги тебе за них дадут не хлеба. Ты просишь. То есть, ты занимаешься самым натуральным предательством Христа. Христос тебя искупил. Ты себе уже не принадлежишь. За тебя умер Господь Бог. Христос наш Спаситель, воплотившийся Деву Марии. Ты в это веришь? Верю. Веришь, что пьяница старости Божия не наследует? Да. Веришь. Ну и ты знаешь, в этом состоянии ты делаешь орудием дьявола. Вот это тоже знаешь? Да. Почему никогда не звонишь? Братья и сестры, погибай и придите на помощь. Ни разу никому. А вот теперь, когда уже до чертиков допился, когда сатана уже являться начал, в это время запишите меня. А что записывать-то? Записывать нечего. Тут надо плакать и молиться. Что записывать? Как ты с демонами сдружился, сласкался? Зачем это нужно? Тебя так Господь любит, тебе все дает. У тебя все есть. Такой ты труженик на работе, на заводе. Тебя ценят. Здесь я тебе должность-то дал какую? Эконом. Эконом. Понимаешь, нет? Ты абсолютно над всем здесь смотришь, ремонтируешь, делаешь. Для Бога. Тут мы молимся как раз. Вот. И ты не просто занимаешься этим делом реально. То печку надо то прочистить, то затопить. И тут нынче Володя был. Ну, любое дело, какое бы ты ни взялся, у тебя работа не спит в руках. И ты знаешь, что ты нужный. Люди приходят, тут тепло. Все отремонтировано. Я не знаю, какую работу бы ты ни делал. Мне у печки сделала задвижка, чтобы дверка не открывалась. Он меня бы не сделал. Он там просверлил, из еще взял. Я каждый день, как не погляжу, как он умеет делать. Я этого не умею. У меня уголь вываливается. Я кочерку какую-то поставлю. Ты же это знаешь. А ты помнишь, что ты говорил? Как пришел к тебе Игорь Добунов, и ты на него бросился. Даже не помнишь. Ты бросился... Я помню, что с Игорем там вроде боролись. Ну, плохо помню. Как боролись? Сзади на него бросился тоже был? Сергей Павлович вот он стоит, снимает был. Это не боролись. А как он делал-то? Ну, подойди сюда. Потихоньку шаги. Расскажи, как там было, когда пришли туда, к нему домой. Ну, что там было, когда пришли к нему? Ну, что, пьяный брат был. Буро годил. Еще он делал. Как на Игоря? Бросился сзади душить начал? Нет. Он спереди вот так вот схватил за бороду, за грудки и не отпускает. Прямо цепился крепко. Ну, Игорь-то брат-то тоже. Ну, брат-то крепче тебя, тут ясно. Весовая категория далеко не одна. Ну, с Игорем поборолись, как он говорит. А зачем ты это сделал? Я не помню. Что не помню-то? Что я тебе... Если бы он тебя вломил... Я действительно не помню, что у Сергея. Вот я совершенно не помню. Ну, и хорошо это? Конечно, не хорошо. До такой степени до чертиков. Не помнишь, что делаешь, на кого кидаешься, где... Ну, ты же понимаешь, это ни день, ни два. Ну, и дальше что? Я тебе сказал раньше, рецепт какой. Ты у меня побыл, мы каждый день вставали вместе, молились, читали Слово Божие. У нас так прекрасно время прошло с тобой, это неделя. Ты после этой недели как новенький явился. Ну, а дальше ты понял, что это тебе не подходит. Ты, говорится, с чертом в обнимку пошел. Ему, говорится, душу продал. Зачем это делать? Губительное зелье. Отчаяние вводит в ад. Чего не хватает-то? А каждый раз спрашиваю, у тебя открытый наш вход в сайт, в страницы. Ну, занимайся. Книги разные есть. Занимайся. Скучно. Тебе сколько лет-то уже? Пятьдесят семь. Пятьдесят семь? Пятьдесят семь. Пятьдесят семь. Ну, за ум-то пора уже браться. Пятьдесят-то семь. Это уже срок достаточный. Ни юноша, ни малолеток. Ты знаешь, что это есть. До обращения пил. После обращения. Ну, тут отлучает. Батюшка эпитемию дает. Это уже понятно. Ну, а дальше-то. Я тебя потерял. У тебя ключи от всех зданий. Летом, когда я выезжаю, ты тут за хозяина остаешься. У меня голуби, кормишь. Ну, было и летом такое. Закуролесил голуби. Кормленный, не кормленный. Могут скотина, все подохни. Уже ничего не помнит там. Уже другие кто-то воды нальет. У меня опять та самая ситуация складывается, что мне нужно на лето уезжать. И вот я разговариваю с вами. Вот вы двое, давай, порешите. Сможете тут все сохранять? Нужно дежурить просто перед Богом. Вам-то легче, чем нам. Мы-то под какую опасность идем? Идем под опасность такую, что даже люди криком кричат в интерьер. Только не ездите туда, в Чечню и прочее. Вам уже не выйти. Все отнимут, в рабство возьмут и все. Мы поедем. Мы поедем везде. Представь, какой у нас круг. Если Господь благословит 33 государства. И везде мы едем с великими подарками. Даже к папе Франциску поедем, заедем. Там даже думаем побыть у Рамзана Кадырова. Подарки сделать. Патриархии там я уже подарил. И вот что интересно. Я сегодня решил поговорить с тобой, с братом посоветоваться. Я у тебя ключи тогда забрал. И все. И ключи эти сейчас нигде не могу найти. Ну, позавчера ты имеешь. А я тебе дал тут открыть надо было. Тут там с водопроводом. Не с водопроводом, а с крыши вода течет. Ты ремонтировал. Я сейчас хотел взять. Все намерто переискал. Из кармана выложил. Нет никаких ключей. Вытащил, где пачка ключей лежит. Сейчас пойдем вместе искать. Ну, и я Сергею спрашиваю. Как ты думаешь, это что за напасть такая? Они все время лежали. Я их перекладываю. Я никуда не беру. Я их в другое место не понесу. Ну, просто нет. Ты говоришь, что у батюшки. Ну, давайте на батюшку выйдем. Спросим. Я предполагаю. Просто, если, может, он свои забыл там, или что, если у вас он не брал, так, значит, его включат. Ну, и меня тоже шибко-то спрашивать не приходится. Сергей Пупков отзвонил. Я утром не беру. Это он звонит мне. На будущее-то у тебя какие замыслы? Вести трезвую жизнь. А? Вести трезвую жизнь. Понятно. Значит, ты за то, чтобы я тебе вернул ключи и все рассказал. Ты все знаешь, что тебя не надо. На тебя ни жалоб, нет ничего. Тут начал уже говорить. Ты помнишь, такое я говорил, что я тут начал перед ними, я веду всю работу. Христос воскрес. Я не брал. Я не брал. Христос воскрес. Вот только он пока забьет полную машину, может, через неделю уйдет. Все, сообщай про епархию. Я вообще не касаюсь. Я только узнал, как звать Алексей. Николай делает все. Он сейчас поедет там платить деньги, квитанцию, чтобы я печать поставил. Нет, я ему дал. Узнавать Николай будет. Я шоферам дам несколько адресов в разные карманы. Я вообще не подхожу. Ты правильно говоришь. Молись. С Богом. Не брал. Видишь, как батюшка садится, что с шофером я не контактировал. Я беспокойный. Буду звонить ему. Это абсолютно правильно. Поэтому мне будет тяжело. Я предполагаю даже такой. Один из вариантов такой, что все погибнет. Я гружу, а сам думаю, ничего не будет. Он выйдет, а свали, деньги получил и все. Как на почте делают. Груз разделили, не дошло. Иди ищи. А я послал сегодня не на рубль, не на два, а на полтора миллиона. На полтора миллиона. Я прорабатываю разные такие варианты. Вот мы думаем, а нас не пропустят. Возьмут в рабца, убьют. Несмотря на это, я делаю. Почему? Я знаю, что это повеление Божие. Идите по всему миру и благовествуйте Евангелие. Мы коробки с Евангелиями закружаем. Новый Завет берем с собой. У нас большой, огромный материал. Просто огромный. Нам есть что сказать. В прошлом году мы подарили библиотекам, священникам на 3 миллиона 150 тысяч. Это вот я сейчас заброс делаю сразу на полтора миллиона. Да и с собой поедем еще на берем машину. Поэтому вы-то здесь как-то помогаете. Я не могу это здесь делать, потому что я отсутствую за тысячи километров. Видишь, ты роль наблюдателя за всем и староста, как говорится, главный. С углем привести. Я никакой заботы вообще не имею. С тобой мне прекрасно, хорошо. Была Надежда Павловна до тебя здесь. Ну, как экономом. Ну, а теперь вот ты, конечно, делаешь больше, но ты не можешь пойти в другие организации, где что. А это у тебя все получается. Так, так берешься здесь, следить за хозяйством. Берусь. Берусь. Так, ты будешь помогать? Буду. Когда начинай, придет, позвонит. Я голубям покажу, как твою собаку я с собой забираю. Ты у тебя вторая остается дома? Ну, вот пришел с собакой, тут ночевал. Внутрь церкви-то нельзя заводить, а тут-то можно. Даже прихожей там в тамбуре оставил, где я. Там все для этого есть. Потому что один человек ничего этого не сделает. Я тебе молюсь каждый день. О всех пьяницах, какие есть, о правителях. Ну, у меня это в памяти я не записываю. Избавь, Господи, и не дай погибнуть. Комендант-эконом. Понимаешь, что ты комендантом здесь находишься. Это 13 соток земли, два здания. Тут мы молимся, храм, двухквартирный дом. Ну, все здесь как надо у нас. Эти дома я, площадь, выиграл. Суд у меня был 11 лет после освобождения, когда я был реабилитирован. И 11 лет шел суд. Суд мне присудил, что я правду, реабилитация была. Ну, а рассчитываться было нечем у городской администрации. И вот мэр города знаком был, прокурор края знаком, краевой судья. Ну, тут все влияли люди. И вот мы получили это. Это как дар божий. Я все это сделал завещание. Оно мне не принадлежит. Это несколько миллионов, конечно, стоит в центре города. Представь себе, такая площадь, пять складов. Мы тут для лагеря. Люди приезжают, ночуют, глухонемые. Ну, ты сам видишь, это вот трапезное собрание тут. Это дар божий. Это нельзя не купить. У нас же денег нет. А это за то, что у меня изъяли, похитили, которые фанатеку я создал. И вас тогда не было, вы знать не знали. Теперь вы это знаете только из кинофильмов. Вопрос решенный. Тогда пойдем сейчас вместе и садим ключи. Я тебе сказал, дорогой сейчас идем. Я говорю, не могу ключи найти. Они лежали здесь. И вдруг они исчезли. А ты мне что сказал? Вы спрашиваете, может, знамение какое-то? Да, я говорю, какое-то как знамение. Как так? В шкафу лежали. Я их видел, вот, только, кажется, утром. И вдруг нету. Ну, я говорю, наверное, не время еще. Наверное, не время еще отдавать. Я не упираюсь здесь. Потому что у меня большая нужда. Ну, пусть у Сергея будут. И мне главное, чтобы третий склад открытый, чтобы прийти там это... Ну, тут мы уже решим, посмотрим. Под контролем ты будешь. Все же и сестры помогают. Приходят. Сказал бы, как-то зазирает. Никак. Мы чадо одного Отца Небесного. Одна у нас вера исповедуем. Кому что дано. Тогда все. Давай. Заканчивай запись. И мы уходим. Все остальное бери. Во славу Божию. Аминь.